Гетмовис Посмотрим, если я откинусь назад и скрещу руки, то смогу преодолеть сопротивление ветра Том, почему не катаешься? Только не говори, что боишься Мой зуб очень болит Сходи к зубному Нет, никакого зубного Знаешь, ты права, я скачусь Это отвлечет от боли Да, мне уже лучше... Отличная техника, я тоже попробую Ты в порядке, Том? У меня болел зуб, а теперь еще и лапы Так, все, я веду тебя к зубному Класс! Говорящий Том и друзья Стой, мы выключили плиту Давай проверим Нет, 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 не бойся зубного Смотри, здесь Ронни из твоей скаут-команды Привет, лидер скаутов Том Сегодня мне удалят последний молочный зуб Он никак не хочет выпадать сам Отлично, Ронни Вы не боитесь зубных врачей? Ха-ха, я не боюсь зубного Дантисты называют меня Храбрый Том Король отважного замка Нравится? Хм, большие перемены от нервного трусишки По пути сюда Ха, нервного Ха-ха, я тебя разыгрывал Я просто показывал, какой я ранимый Я сейчас спокоен, как удав О, да Том? А, Ронни пришел раньше Пусть идет первым Нет, он просто приходит за несколько часов, чтобы успокоиться Ладно, хорошо Понял Потому что я храбрее его Я пройду через коридор И тогда я... Я не могу! Ха-ха-ха-ха-ха Куда убежал храбрый Том? Наверное, туда, где он будет храбрым Том, кажется, твоя главная проблема – это страх Давай я тебя загипнотизирую, и ты не будешь бояться зубного Хэнк, это бы помогло, если бы ты был гипнотизером, а это не так А, Хэнк, нет Но тот, кого вы зовете Хэнком, однажды Кастролировал по миру, как великий Хэнк Арино, мастер гипноза Ну, это даже лучше, чем обычный гипнотизер Том, думаю, Хэнк сможет тебе помочь Настрой подходящий Гипношляпа на голове И великий Хэнк Арино тут как тут Отлично Просто предупреждаю У меня очень сильная воля Меня будет сложно загипнотизировать Шпи Да, честно, я ничего не чувствую Шпи Как я сказал Слушай меня Ты больше не боишься Я больше ничего не боюсь Ты можешь ходить к зубному, потому что ты бесстрашный Я могу ходить к зубному, потому что я бесстрашный Хэнк Арино, ты молодец Что скажете, друзья? Друзья? Том бесстрашный Том может ходить к зубному без проблем, потому что он бесстрашный Надо уменьшить свою гипнотическую силу О, пиздантиста, часть 2 Пора разобраться с зубной болью Посмотрите на этого трусишка О, ты правда не боишься? Нет, будет классно Как и торт, который я потом съем Ронни Бергстед, доктор тебя ждет Можно мне первым? Да, проходи Да Ронни, а ты приходи завтра Это справедливо Удачи, Том Не нужно, Ронни Потому что все будет классно О, нет Шучу Это было супер Я мог выйти еще час назад Но я решил, почему бы донтисту не проверить мои остальные зубы Раз уж я пришел Прекрасная леди будет конфету О, откуда она у тебя? У них есть секретная коробка Только для самых храбрых пациентов Стой Мы должны отпраздновать мои здоровые зубы Хочешь посмотреть новинку? Страшный кровавый нож 7 А, не совсем Это же самый страшный фильм в мире Тогда я должен его посмотреть Вот я на крыше Это как на полу Только гораздо веселее Это очень опасно Не стоит этого делать Как раз стоит Сегодня и в другие дни Ужасно Он такой весь день Он даже проехал на автобусе Ну и что тут такого? Городские автобусы Это бюджетный способ передвижения Благодаря им уменьшаются пробки Нет Он залез на крышу автобуса И ехал на ней Вы видели это? Да Это было ужасно Ты покалечишься, если будешь так себя вести Что? Ну нет Я только начал А теперь отойдите, Амигос Мне нужны приключения Друзья Я собираюсь ехать по новой горке в парке Не по маленькой Не по средней А по двойной бриллиантного черной невероятно высокой Привет! Не надо, Том Большая горка просто для шоу Посмотрите, как я скачусь по ней На скейтборде С завязанными глазами Со шлемом, который я надену Вот сюда О нет Хэнк, ты должен что-то сделать Да Великий Хэнк Карина это начал Великий Хэнк Карина это и закончит И раз И два Три Хэнк Так, Том, пора тебя разгипнотизировать О, Хэнк Спи Спи Страх не всегда плохо Спи Немного страха тебе не помешает Страх может Страх может Страху здесь не место, друг О, нет Том не поддается моему гипнозу Теперь я всегда буду храбрым Я растерял все свои навыки Том Всегда не будет, если ты сейчас не остановишься О, я буду так по нему скучать Бедный Том Он был моим лучшим другом Но Том ведь скоро вернется, да? И мы все посмеемся над этим Правда? Нет, Джинджер Боюсь, что теперь только Бен Энтерпрайзис Потому что Том Том погиб О, погиб? Нет, нет Я, я не могу погибнуть У нас остался только его шлем Что? Друзья, я здесь! Посмотрите на меня! Посмотрите на меня! Он был слишком бесстрашным для этого мира А теперь он ушел! Все потому, что я сделал его бесстрашным Под гипнозом Я виноват! Ты виноват, Хэнк! Ты и зубная боль! Нет, этого не может быть! Я должен был послушать друзей Зачем я так глупо себя вел? Я больше не хочу быть храбрым Я хочу бояться! Я хочу бояться! Я хочу бояться! Я хочу бояться! Ладно, Бен Думаю, хватит Ну, надеюсь, кое-кто наконец усвоил урок Бен, ты меня видишь? Мы все тебя видим Ты живой! Вот! Да, я жив! Мне дали второй шанс! Я жив! Мы, гипнотизеры, говорим Иногда пациенты должны сами выйти из гипноза Вы спасли меня от меня самого Я это запомню Отныне я буду самым большим трусом Больше никаких рисков, трюков И, конечно, больше никаких дантистов Верните мои деньги! Верните мои деньги! что невероятно я так зол что сил нет мы лишились звания самого дружелюбного города в мире нет это неправда правда мы лишились звания самого дружелюбного города в мире и люди негодуют что мэр мог это допустить круто и проиграл том ты должен это исправить я не могу расти во второсортном городе сейчас мои требования слишком высоки тебе не придется потому что мы вернем наше первое место мы сделаем этот город самым дружелюбным и гостеприимным местом во всем мире начнем с как дела соседи соседи что происходит вы не расслышали изобретатели а теперь здесь живу ой-ой-ой говорящий том и друзья землевладимец что происходит у нас нет места для нового соседа конечно есть здесь но это же наша кладовка хватит ныть теперь у вас будет веселый классный сосед да цуй диджей спасибо что пустили к себе пока я намели я без гроша если я хочу быть мэром самого дружелюбного города то должен показывать пример мы рады тебе диджей или лучше сосед ухты спасибо это так мило устроим приветственную вечеринку я думал вы ненавидите музыку я делаю исключение когда работает профессионал я Ой-ой-ой! О-о-о! Да! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, все внимание. Мы никогда не вернем титул, если не придумаем план. Не знаю, заметил ли ты, но наш новый сосед очень отвлекает. Эм, издай закон, что не улыбаться и не приветствовать людей незаконно. Так мы станем дружелюбнее. Так, сделать незаконным. Давайте еще идей. Ну, можно... Или... А! Я не могу думать. Я начинаю говорить, а потом... Что я говорил? Друзья! У меня отличные новости! Почтальон принес потрясающий сюрприз для моих новых классных друзей! И раз, и два, и раз, два, три, четыре! Ой-ой-ой, спокойно, друг! Знаешь, у нас для тебя очень грустные новости. О, нет! Все в порядке? Боюсь, что нет. Нам только что позвонил землевладелец и сказал, что ему нужна эта кладовка. О! Мы пытались ему объяснить, что нам очень нравится, что ты с нами, но он сказал, что ты должен забрать вещи и уехать. Сейчас же! Мне жаль, друг. О! Я чувствовал, что не останусь тут навсегда. Понимаете, о чем я? Ну, я справлюсь! Я не забуду время, проведенное вместе. Друзья, вы навсегда останетесь моими лучшими. Ой, стойте, телефон звонит. Я услышаю. Не понимаю. Повторите. Я говорю, что мы должны сегодня угостить пиццей нашего нового соседа. Это не то, что ты подумал, друг. Надо просто... Могу объяснить. Нет, не надо объяснять. Это происходит не в первый раз. Что-то во мне не нравится людям. Простите, что помешал вам своей... Дружбой. Что? Диджей, нет! Не бросай микрофон! Нет, 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 нет! Не надо, не надо! Мне никогда не было так плохо. Мне кажется, я слышу его бит. Но это всего лишь грустное биение моего виноватого сердца. Мы вели себя как самые недружелюбные соседи. Не удивительно, что мы на втором месте. Вообще-то мы опустились на третье. О, нет, уже четвертое. И пятое. Друзья, вы разрушили его жизнь! Что с вами? Мы виноваты. Но только потому, что пытались спасти репутацию города. Вы такие глупые! Диджей мог легко вам с этим помочь. Он самый милый человек в мире. Ага, вообще-то это правда. Теперь он нам не поможет. Наверное, он завел новых друзей. Лучших друзей, которые его не предадут. Нет, вы что, не знаете, где он? Он ставит печати в школьной библиотеке. Что может быть грустнее? Не могу смотреть! Будь сильным, Хэнк. Я это исправлю. Дружище, отлично устроился! Рад тебя видеть. Выглядишь отлично. Привет, Том. Добро пожаловать в библиотеку. Скажи, если тебе будут нужны печати на книгах. Ладно? Ладно. Мы плохо с тобой поступили, но теперь я хочу помочь. Хочешь стать послом дружелюбности города? Нет, спасибо. У меня уже есть работа. В этом скучном месте? Но это не для тебя. Все любят старого диджея. Не знаю. Не верю, что это правда. Мой настрой пропал. Прости. Прошли дни, когда я был диджеем. Теперь я просто Морис Клермон. Даже не знаю, зачем я его ношу. Нет, не делай этого. Пожалуйста. Нет. Нет. О, хватит. Хэнк слишком драматизирует. Хватит на нас шикать. О, это шиканье звучит как новый ритм. Нет, Морис, хватит. Не говори так. Тебя это больше не интересует. У меня идея. Друзья, сделаем это. Да. Да, да, да. Давайте, парни. Хватит. Что вы со мной делаете? Показываем, кто ты на самом деле. Вот так. Мы в библиотеке, чтобы выучить уроки. Я знал. Ты не можешь потерять настрой. Ты должен его использовать. Как посол дружелюбности города. Ну, что скажешь? Я согласен. И готов побеждать. Я это сделаю. Молодец. 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 Это невероятно, но мы смогли. Мы помирились с диджеем и решили проблему. И самое главное, что мы обо всем позаботились. Да. Диджей, я готов пришелиться. Где ты, любимый жилец? Это маленькие роботы? Милые. Милые? Это самый современный антивозрастной крем в мире. Нано-роботы взаимодействуют с клетками лица. Если им намазаться, то помолодеешь лет на 15. Я попал. Видели? Я самый лучший. Не играй с мечом в доме, Джинджер. Мы готовимся ко встрече с Отом Саммерс. Что? Отом Саммерс? Она самая злая женщина в городе. Зачем с ней работать? Надо. Нам нужны деньги для оплаты аренды. Это скучная причина. Это взрослая причина. Нам нужны деньги, или мы потеряем гараж. Эй! Внимайте, граждане. Неожиданный визит землевладельца. Да, я вас выселяю. Мы заплатим аренду, мистер землевладелец. Не стоит напоминать. А я буду. Готовьте скорее деньги или тик-так выселю. Я могу решить эту проблему без вашего участия. Я сделал специальный сок. Один глоток, и он надолго засядет в туалете. А потом он... Нет, Джинджер. Мы продадим антивозрастной крем. Потому что иногда быть взрослым – это делать то, что тебе не нравится. Значит, быть взрослым – это быть глупым. Дети лучше! Говорящий Том и друзья Иногда быть взрослым – это делать то, что тебе не нравится. Какой же это кошмар! Как бы я хотел, чтобы они были детьми. Тогда мы могли бы вместе поиграть в бейсбол. Почти в окно! О, отличная идея для игры! Какой беспорядок! Хорошо, что я сделал запасную банку антивозрастного крема. Стой, это же банка для сушек. Получилась бы гримаучая смесь. Нет, Хэнк. Это точно запасная банка антивозрастного крема. Здесь наклейка с номером нано-робота. Видишь? О, как интересно. Хэнк, мы ели антивозрастной крем? Что? Это банка с сушками. Простите, хотя нет. Я играл в игру «Не попади в окно». А потом я... Я раскачиваюсь дальше всех. Да, а я выше всех. А я красивее всех. Молодец, Анжела. Тому нравится Анжела. Тому нравится Анжела. Нет. Моё желание исполнилось. Ты догадал желание? Класс. Желание – мой любимый вид науки. Желание – это не наука. Ты перепутал с зеной. Так, мячик. Теперь я хочу крылья. Нет. Может, это мячик одного желания? О, плохо. Но не расстраивайся. Давай поиграем. Поиграем? А тебе не надо работать. О, давайте поиграем здесь в мяч. Ты же говорил, что нельзя. Да. Да. Ура. Да. Три миллиона очков для Джинджера. Да. Два. Один. Вперёд. Ура. Слушаю. Кто здесь? Вы невидимки? Если да, то не играйте со мной. Это нечестно, и вы это знаете. Так, Анжела, твоя очередь. Правда или желание? Пока никто не выбрал правду, поэтому я хочу, чтобы ты опустила руку в подкос червями. О, это слишком, Хэнк. Это так противно. Анжела не будет выполнять это желание. Ладно, я не заставляю. Я за двойное желание. Ну, ты двойное желание. Теперь ты должна это сделать по правилам. Мой животик проголодался. Да. Давайте поедим. Анжела, вымой свою червивую руку. А тебе нужно вымыть своё червивое лицо. Синдзер, приготовь обед. Я? Я не умею готовить. Почему я? Потому что. О, нет. Вот. Обед. Довольны? Фу, что это? Макароны с кетчупом и печеньем. Хочу торт. Я тоже хочу торт. Но у нас его нет. Синдзер, у меня макароны смесались с печеньем. Бен кидается едой. Хочу торт. Я беда. Ты первый начал. Хочу торт. Нет, ты первый. Я пить его. Тихо. Я готовил обед. И вы его съедите. И он вам понравится. Битва едой. Стоп. Вы устраиваете беспорядок. И тебе какое дело? Если землевладелец это увидит, он вас выселит. Это все взрослые глупости. Том, сбей мясик с моей головы. Нет, ты же его покалечишь. Нет, если попаду по мячу. А ну отдай. Или я издам очень неприятный звук. Нет. Я тоже так могу. Что происходит? Я не должен за все это нести ответственность. Я маленький. Я веселый. Я ребенок. Я забираю желание. Я хочу, чтобы они снова стали взрослыми. Я отвечу. Я же один здесь все делаю. Том, у меня мало времени, поэтому можешь не здороваться. Я приду на нашу встречу раньше, чем планировала. Это вы... Подготовься, я буду через час. Мне не терпится попробовать этот чудесный новый антивозрастной крем. Пока. Антивозрастной крем? Научный? Это не мое желание. Это глупый крем Бена. Почему ты мне не сказал? Друзья, я знаю, почему вы такие. Вы съели антивозрастной крем и сразу стали детьми. Возможно. И сто. Мы должны все исправить, пока не пришла Отом Саммерс. Бен, ты должен что-то придумать. Серьезно, хватит вести себя как дети. Но мы должны быть детьми, потому что крем в животе, как сделал нас детьми. Мы должны думать как дети. Сейчас я вернусь. Отличный план. Отметить вкусными смузи то, что мы навсегда останемся детьми. Да, смузи. Также известный как знаменитый сок Джинджера. Что за знаменитый сок? Мне надо в туалет. Мне тоже. Нет, 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 нет. Хэнк, брат, вы должны думать как дети. Если крем в животиках, мы должны от него избавиться. Не волнуйтесь, я принес это. Открой. Оттам Саммерс, рад, что пришли. Мы усердно готовились, чтобы продать вам наш фантастический антивозрастной крем. Отлично. Приступим к... О, нет. Что за ужасный запах? Пахнет грязными памперсами и детьми. А я ничего не чувствую. Нет, постойте. Зачем вы так с нами? Ты сорвал встречу. Как вы оплатите аренду? Ты задаешь верный вопрос. Ответ – никак. Пора съезжать. Все, что здесь осталось, мое. Диван мой. Краска на стенах моя. Бублики с кремом на вашей кухне. Кажется, мы выиграли немного времени. О, нет. Озвучено по заказу АО «Первый канал. Всемирная сеть». Подписывайтесь на наш канал. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова